Концепцию разработали в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Презентацию провел заведующий кафедры градостроительства Александр Дембич. Он рассказал, что площадь, которая попадет под реконструкцию, составляет 400 гектаров. Помимо исторической части Слободы, проектировщики включили в концепцию старое русло Казанки, которое ныне превратилось в болото. Еще один объект, который попал под реконструкцию – Зелантов монастырь. Авторы концепции предлагают восстановить Петровскую верфь, на территории старого русла Казанки разбить современный парк истории российского флота и обустроить Волжскую набережную. В частности, будет восстановлена легендарная галера Тверь, на которой императрица Екатерина II приплыла в Казань в 1767 году и которая погибла от пожара в 1956. Идея реконструкции возникла два года назад во время прогулки по Слободе президента Рустама Миниханова и казанского экскурсовода Олеси Балкин. Благодаря ее открытому письму в адрес властей в городе и началась компания по сохранению и восстановлению памятников старины. Сейчас в Адмиралтейской Слободе проживает 8,5 тысяч человек. Разработчики считают, что после всех преобразований местное население увеличится до 20 тысяч. Предполагаемый объем бюджетных инвестиций в реализацию концепции – 12 миллиардов рублей. Рустам Миниханов высоко оценил проделанную казанскими архитекторами работу и поручил создать рабочую группу по дальнейшей детализации и усовершенствованию проекта. По его мнению, в зону реконструкции необходимо включить и большие промышленные территории, в частности, территорию порохового завода. Уже в ближайшее время будет наложено ограничение на землеотводы и новое строительство в зоне реконструкции. Также большое внимание необходимо уделить инженерной и транспортной инфраструктуре, в первую очередь очистным сооружениям. И тогда район может стать еще одним центром жилищного строительства в условиях нехватки площадок для возведения нового жилья в Казани.